Раз, два, три. В этом году тоньше, чем в том году. Буквально раза почти в два тоньше. Толщина льда критическая 35-40 сантиметров. А желающих окунуться в проруби прибавилось. Только в Ижевске, по прогнозам, около 5000 человек. Поэтому доступ на лёд на этот раз будет ограничен. Мы будем пускать, допустим, по 10, может быть, по 20 человек. Будем смотреть по состоянию льда. То есть, если будет лёд прогибаться, выходить, вода наружу из полынье, естественно, мы будем ограничивать. Вот это будет особенность. По республике заявлено 57 мест крещенского купания. В прошлом году их было чуть больше 40. Из традиционных чипца в Глазове, Камов, Каракулина и Сарапуле – Воткинские и Можгинские пруды. В Ижевске купели откроют в районе Волошки и Юровского мыса. Самым массовым местом купания станет городской пруд в районе пляжа. Здесь уже готовят купель, позже установят сходни для входа и выхода, оборудуют тёплые раздевалки. До трёх часов утра в крещенскую ночь будет дежурить бригада скорой медицинской помощи. А вот проезд к пристани частного транспорта перекроют сотрудники ГИБДД. Я бы просил наших граждан с пониманием отнестись к этим ограничениям. И, соответственно, принять меры, то есть имеется одеться тепло, соответственно. А то у нас до прошлого года особенно были, оставляют машину вверху, в халате и в тапочках спускаются к проруби, и потом в течение фактического часа стоят в очереди, и, кстати, ждут своей очереди, чтобы оконуться в мае. Очереди неизбежны, предупреждают спасатели. Но пройти обряд можно не только в крещенскую ночь, но и в течение недели после нее. Все это время главная прорубь будет под контролем спасателей.